Кажется, что Чумбулзар выговорил на этом режиме. Мне нравится, что Чепрасов в Ольске продал, здесь в Шушкуре продал Поля. А кто скинул? Санёв, Санёв. Кому сейчас? Укачок. Варлапа, варлапа. Это парк мы с тобой снимали. Официально работающих в городе Буакова 50 тысяч. Да, да, да. 500 безработных бежзанцев. А сколько безработных? А ты знаешь, что, кстати, у Сути продвинутые подписчики? А у нас... Я текст не готовил, я так. Ну понятно. Варлапа, варлапа. Варлапа, варлапа. Варлапа, варлапа. Варлапа, варлапа. Короче, открыли народный штаб. Но помещение ещё нет. Людей, которые... Я не буду. Возбужден. 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 Вот, вот, вот. В центре молодёжную инициативу, например. Там же дают, я смотрю. Да, Единая Россия там дают. Единая Россия, да. Всё, всё заняла Единая Россия. Поэтому даже просить, конечно, смешно. Ну и нет столько достаточно активных людей, чтобы просто его открывать. То есть, у нас там небольшая проблема. Ну, ты себя хотел задавать вопрос. Ну, смотри. Навальный, всё-таки там, лидер мнений. Ну, позапрошлого-прошлого, там, года, да, среди... Ну, всё равно школоты, по большей части. Ну, нет. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Продолжай. Ну, ладно. СУЗ молодёжь, да. Ну, говори, до тридцати. Возьмём там. Ну, и среди. Ну, молодёжь до тридцати пяти, насколько я знаю. Ну, уже поздно. Это. Вступать к вам. Это. Почему всё равно, допустим, МГЕР, да, есть движение. Ну, в принципе, это схожие там, как бы, да. Ну, по логике счастья, это боевые дроны. То или иной, как бы, партии или направление. Ну, да. Штаб Навального то же самое, что и МГЕР. Ну, то есть... Ну, штаб. Вот. Почему у вас активистов меньше? Меньше активистов, чем МГЕР. Чем МГЕР, да. Чем МГЕР, да. Нет, не меньше. Они же не бьют туда, не загоняют. Нет, не меньше. Я не знаю, как у МГЕР, на самом деле. Я, как бы, там, не особо часто бывал. Но, когда, например, были предвыборные, ну, когда было предвыборное время, я просто отбивался от людей, которые просто писали, хотели что-то делать. Поэтому, ну, тут зависит от того, сколько говорят. Просто сейчас в МГЕР они могут прийти в школу и, там, зазывать к себе. Ну, элементарно. У них проходит какая-то акция, и туда сгоняют, там, из губернаторского кое-же, из Дермер туда сгоняют своих учеников. Поэтому, может быть, им кажется, что больше. На самом деле, там, люди приходят неосознанно туда. То есть, их туда подталкивают. Вот, и дети, молодежь, сейчас вы что-то сделаете. А на самом деле, в основном, когда люди более-менее подрастают, они оттуда уходят сразу же. Потому что понимают, что они поддерживают партию жуликов и воров. Нет, обратите внимание, кстати, насчет МГЕР, как меняется там состав. То есть, нету определенного состава, который, да? Ну, например, возьми там, подсамкул и ставлю. Ну, я скажу, я знаю. Я скажу, как показатель, у меня есть человек пять, которые ушли из МГЕР и пришли в штаб Навального. И в обратную сторону, чтобы кто-то пришел, ну, ушел из команды Навального в МГЕР. Таких нет, точно. Я даже не слышал. Нет. Как? Черкашов. Черкашов. Так, он не в МГЕР шел. Он не шел оттуда к ПРУ, да? И вообще у нас с ним хорошее отношение. Нет, он там как объяснял то, что он в МГЕР попал, не зная, что он туда попал. Вот. Там какое-то движение у них было, а потом уже их представили как МГЕР. То есть, как бы обманом, по сути. Да ладно, он стоял на меня, снимал эти ролики. И я там был, был. А когда это было? А когда это было? Говорит, вы меня, Люмы, с Украины привезли, под педплоть девственности лежили. А когда это было? Да это год-два назад было, да? Это два-три. Олег, я помню, по-моему. Какой-то управляющий компанию, короче? Жек. Она у бабули сняла счет с пенсионного. Да, да, да. Бабосы. Вот. И Олег не устраивал у Дилов пикет против этой управляющей компании. В принципе, нормальная была акция. И, по-моему, человек ошел там и был. Тоже стоял в табличке и в этой... Нет, то, чтобы как-то его обсуждать. Он пусть сам, да. Да. Пусть сам, да. Пусть сам, да. Обязательно. А еще, может, комментарии писать. Нет, он коснули сделал вот эту круговоротку ботов в природе. Понимаете? Вот оно вот. Ну, варианты. Как это? Я сегодня переобулся. Год там, здесь это. Мне интересно, когда власть сменится, они тоже... Давайте перестанем уже. А? Когда власть сменится, они тоже переобуются. Да, они же переобуются только. Вспомним, которые были на митинге против пенсионной реформы. Коммунисты России. Сейчас они состоят. В НГИ. В НГИ. В НГИ. В НГИ, да. Ну, понятно, что они были, коммунисты России. Ну, я не знаю, какой партии. Я не знаю, какие партии вообще коммунисты. Против тебя какие газеты выходили. Я так понимаю, это как партия Родина, да? По факту, они ему больше очков принесли, допустим, Денису, да? Тогда быстро вот этот трэш совершил какой-то. Ну, как бы, смотрите, я это предполагаю, это вообще команда Панкова была сверху. Может, сюда ролик ставится, чтобы все поняли про что? Что ставится? Что все поняли про что сейчас? Ну, в типичке есть такой момент. Да, но надо ставить такие команды. То есть, я считаю то, что это не местные все, единороссы, как придумали такую вот позицию, да? Там, ну, какие-то из подразделений, так сказать, Единой России и Волоковского отделения. А именно это пришло из Саратова по команде там Панкова, что надо варить коммунистов. Скорее всего, это так. Ты думаешь, что он такой трэш, который там нашел? Мне кажется, у них все... Ну, у меня такое предположение. Мне кажется, у них в мозгах были такие логичные ходы такие. Ну, вот те люди, которые... Мне кажется, это слишком большое... Ну, смотри, да? Ну, в твоем округе был только... Ну, Единая Россия, по-моему, и не было этого. Не был. Был этот... Трофим. Ну, у него поддержка соц... Этого... Соцадминистративного ресурса полностью была. Да? Выборы как... Выборный процесс был... Вот в день выборов все было вообще законно. Ну, там нарушение, это ерунда там... Чуть повесили не так, поставили не туда, но незначительно. Это все чушь. А вот именно что, переписка какая-то, еще чего-то... Такого не было даже там по показателям. Ну, я честно вам... А к нему администрацию... Как подключили полностью... У него... Ну, во-первых, у человека были деньги, он выливал туда. По округу он как бы и ходил, и агитка у него была, несколько видов там, ну, все. То есть, деньги были включены. Ему без каких-либо претензий передали вот это вот благоустройство миллиона от предыдущего депутата Волоха, который был, и он распечатал от себя, якобы это моя заслуга. Вот эти там лавочки, там что-то спил деревьев, асфальтное покрытие. И там мне возмущается люди, из какого-то перепугу его вообще... Да, это работа предыдущего. Ну, а когда ты стесняешься, значит, ну... Ну, постеснялся. Ну, я вам скажу, что постеснялся. Ну, вот именно, что... Вот так вот. Представь, Волох будет Трофимова уговаривать, где он будет уговаривать. Ну, то есть... У нас нет площадки, блядь. Уступать, да нет, нет такой площадки. То есть, он, по сути, мог бы... Если бы у нас был этот шорт тогда, да, он мог бы прийти сюда и высказать, что вот там, на мое место, там, приходит человек, который... Мы можем, во-первых, всегда есть возможность не в комментариях оставить мотивированный пост, да, это же, ну, тоже способ, как бы все общения с друг другом. А что насчет дивана? Смотри, я еще к этому вопросу задал задать, а зачем вообще эти штабы нужны? Ну, то есть, смотри, я понимаю, там, ну, у той же, даже, Единой России, они там, чем-то занимаются, где-то у них есть деньги. Бюджет? Ну, бюджет, да, да. Штаб навален для чего? Ну, штаб навален тоже бюджет. Перед выжиманием что-то. А, ну, как и везде, в общем-то, бюджет, бюджет формируется за счет донатов людей? Ну, это делами, да. Госдеполис, да. Госдеполис, да, да. Госдеполис, да. Госдеполис, да. Госдеполис, да, да. Сколько у вас офисов по России? Штабов по России? Я могу ошибаться около сорока и четыре народа. Ну, в среднем, допустим, каждый офис тысяч триста в месяц держит. Вот, я тоже, ну, считал, пытался считать, но это тяжело посчитать. Ну, в любом случае, начальник штаба, он получает, он из ЗПС. Ну, конечно. С Саратова, я не думаю, что меньше полтин. А невозможно заниматься постоянно какой-то деятельностью и не получать за эту зарплату? Согласен, я понимаю. Меньше полтин, грубо говоря, он не получит. Ой, вряд ли, вряд ли. Очень вряд ли. Не-не-не, 100%. Ну, может, ильца. Потому, он все равно то же самое. НДФЛ, налоги все вычисли. Ну, я не знаю, честно. Потому, что если, грубо говоря, Навальный бы не платил, а все в конверте давал, его бы тут же за это же пристрелили бы. Естественно. Конечно, да. Вот. Ну, правильно, Саша, вопрос. А здесь он, что в ячейке-то? В Балаково именно? Ну, да. Для чего? Чтобы как-то политическая жизнь в Балаково проходила, протекала еще. Вот я, на самом деле, вот до того, как не было вот этих митингов Навальных… А чтобы люди могли прийти, рассказать, мы могли с ними работать. Чтобы подготавливать можно было депутатов. Вот у нас были в сентябре выборы муниципальные в Балаково. И никто не мог составить конкуренцию. Ну, конкуренции почти не было. Ну, то есть, есть смелые люди в КПРФ и там что в Саратове, что и здесь, ну, это очень мало. То есть, конкуренции у них практически не было. То есть, они почти просто идут, берут. То есть, достаточно быть только в «Единой России» некоторым, чтобы просто на своих участках побеждать. Вот поэтому, должны быть нормальные депутаты. Нужно их подготавливать, чтобы никто не боялся, чтобы понимали, как нужно выдвигаться, как нужно создать конкуренцию. Мне кажется, все равно, вот в «Единой России» ты говоришь, что достаточно будет, но и недостаточно. Сейчас, тем более, время диктует как… Вот, посмотри, в прошлые выборы люди голосовали против, а не за. С неба звездочка упала бы, пусть горит, что попала бы, чтобы не было войны. Это в других городах, типа Якутии, да? Есть то же самое. А посмотрите, как Каменчук Таргашова профуфырил. Вот, по факту, он родина, да? Ну, что там родина, никто не знал, допустим. Каменчук, да, я не согласен. У нас там серия роликов была, там, по Каменчуку, что он, там, подумал своих промс… Таргашов, бывший «Единоросс». Он в «Единоросс»… Как Черкашнев. Точно такой же передумал. Ну, так он уже более… Взрослый человек, взрослый. Вы понимаете, что бывший «Единоросс» или нет? Он официально какой-нибудь документ подал, ему дали официальный документ, чтобы он составил… Он составил «Единой России». По-моему, выдвигался от «Единой России». Я не знаю. Он выдвигаться может, он может составить другой партии… Ну, я не представляю, чтобы я выдвигался сейчас от «Единой России» куда-то. То есть, любому очевидно, что от «Единой России России». Кстати, это хороший ход был бы. Надо сесть на голову. А что, видны дети? Попросись что-то. Нет, вообще… Нет, я говорю о том, что создание вот такой штабов, создание коммунистами своих каких-то… Даже те же митинги проводят молодежь ваша, да, комсомолицы? Что это, в принципе, хоть какая-то жизнь, хоть что-то. Да, политическая жизнь должна быть. Даже в той же «Единой России», да, у них там есть внутри как-то, праймерис, да, они там между собой как-то спорят. Ну, здесь, помимо просто подкастов, можно было проводить именно такие дебаты и кто… Вот. Я не договорил. Штаб нужен. Но так же, как и вот это помещение для чего нужен. В нем всегда можно собрать те же самые дебаты. То есть, это хоть какой-то… Ну, сейчас трансляцию кто-то посмотрит. Может, кто-то заинтересуется, может, кто-то что-то больше поймет. То есть, ну, это необходимо просто. Городу нашему необходимо. Все проблемы лежат в политической плоскости. Ну, чтобы болота не было окончательного. Ну, в законе там можно или так депутаты могут выбирать, да, глава администрации, или народ может выбирать. Там другой способ, я не помню, как его назвать. У нас говорит о выборности главы ОБМР. А вот они уже потом сами выбирают. Даже Сан Саныч, когда пришел на первую конференцию пресс, мы сидели, он говорит, «высокое доверие мне оказал Валерий Васильевич Радаев». Ну, это заключилось поддержкой. Ну, я понимаю. Нет, ну тебе что, Валерий Васильевич позвонил? Так, этот парень ему. Ну, получается так, что этот парень ему. Это как у нас губернаторов. Вот Путин приехал, сказал, вот он классный чувак. А он идет, и у него, знаете, плакат там с Путиным, он где-то обнимался. Нет, надо вернуться к тому, что давайте сперва каким-то образом добиваться, чтобы народ голосовал за мэра. Может, мы и за Славилов бы проголосовали. Для этого нашу правду вообще голосовал. Да. А он голосует. Нужно, чтобы люди просто понимали, что это их город. Ну, вот вы же хотели, чтобы народ не приходил на выборы. Так. Но по факту я вот, допустим, против этой позиции, потому что народ должен идти на выборы. А это и просто не выборы были. Да, ну, понимаешь, когда тяжелее подтусывать то, когда очень много. Явка какая вот местные выборы какие была? Вот 27% населения, которые вот, кто имеет право голосовать, да, от 18 лет и там, да, способного по здоровью, вот они пришли, из них пришло 20 там чем-то процентов. Вот приди туда 70%, это вообще коренной перелом просто, в принципе, в политической жизни. Ну, ты столько не загонишь на избирательные выборы. А почему? Мы говорим об одних и тех же вопросах. Мы говорим о президентских выборах, это одно, да, когда там нет вообще конкуренции. И говорим о местных выборах, да, к примеру, главы. Представляете, там, Соловьев, и там, Ирисов свой выдвинул конденсатуру. У каждого свое видение о развитии города. Там, от коммунистов кто-нибудь выставился, да? Которого нет. Анидалов тот же, да? То есть, каждый бы выставился, мы хотя бы увидели программу. Опять же, устраивать им дебаты. Даже внутри, они же есть на партии, да? Да, у нас даже дебаты. У нас, по факту, каналы были. Не было. Не, ну их не было, да. Хоть все равно ТНТ было бы, но предоставило бы время, да? Да, да, эфирное время, да. Вот. Вот у них площадка только там порубится в соцсетях. Вот. Не, ну по факту, вот говорить там, легитимность, ну вот, к примеру, сидишь же, Денис Мамай здесь. Все-таки он как бы зашел, правильно? Нет, я не говорю, надо разделять. Выборы президента и выборы местные. Да. Мы даже в один район Други, у нас два самодвиженца прошло. Да. Один вообще бесплатный. Нет, я понимаю. Но он не на этом может быть. Нет, прошли много спойлеров, правильно? Ну, понятно, что они там… Это как были… Это показывают, вот как раз собирались когда в пятницу, они там показывают, как молодежь участвует. Да они, люди, все голосуют против. Вот есть, понимаешь, партийные принадлежности, а есть, например, люди, которые вот являются людей с толпами. Балякина. Я с ней ходил по округам, еще старый. Ее очень народ любит. Я тебе серьезно, с благодарностью. Манукьяна депутатов хвалят вообще все. Я серьезно говорю. Вот. Это мы были в Ивановке, снимали бунт против кладбища, да, и люди, когда Манукьян там был, он говорит, Жорыч помогал нам вообще во всем там. Вот. Хотя вот не претендует на какие-то, согласитесь. Он там не идет куда-то все время дальше, да, хотя мог бы в свое время там пойти мэром там и так далее, и так далее. Вот есть локомотивы, партийные – это личностное влияние. Как Путин. Ну, это личностное влияние. Вот. И Панков, и Володин, поверьте, для Саратовской области, боженки и господа. Нет, смотри. Ну, все равно есть личности в той же «Единой России», да, какие бы они там ни были, за какие идеи, да, ну и все по-моему, там, они личностей, да, кто-то им верит, кто-то не верит. Ну да. Так же и у нас здесь. Тут пример. Я ходил недавно на встречу с Соловьевым, с главой БМР. В школе как? Да. Дебатировал. Во второй школе. С Черкашьевым как раз. Да. Нет, мы… Какая разница, он мне позвонил, мы с ним встретились у нас, какая разница. Так вот, и там, когда я начал спорить с Соловьевым, то некоторые люди, бабушки в основном, они меня там чуть ли не метлой уже начали прогонять, потому что для них это, ну, это царь и бог. Они просто не понимают, что это, ну, это просто человек, который должен отвечать за то, что все беды, которые здесь происходят, да, это менеджер, и он плохо исполняет свои обязанности, что если он плохо их исполняет, то его нужно убирать. Они этого не понимают. Они думают, что перед ним нужно, ну, грубо говоря, молиться на него. Нет, это же не посоль. Давайте хотя бы… Да, идти к нему, да. Он хотел бы мог бы сказать, почему он не может выполнить то или иное там обязательство. Да, а он у него одно и то же. Может его управляющей компании, да, там, игнорируют или как-то… Да, ну, как-то надавить. А СМИ привлечь к этому, ну, внимание привлечь… Политико-дурбирующих явлений. Он же вам ответил мягко, если читать межстроку, до тот момент, когда по здравоохранению был вот один вопрос, и он говорит, мы обращаемся в облдуму от нашим депутатам. Он же посыл сделал. Да. Сказал там, типа… Да, да. И это красное ухранение. Ну, как вы все знаете. Я бы ему не говорил, он про областных говорил, депутат. Вот. Он говорит, я же, типа, от наших Балаковских… Ну, понятно, посыл сказал Чепрасов, Балякин, все те же самые коммунисты, кто находятся от Балаковского района. Есть у нас, да, получается? Да. Вот. Он им посыл, бейтесь за Балаковский район и типа, дайте нам бюджеты, да. Понятно. И считать межстрок. Так они почему не бьются от Единой России, кто там выдвинут? Вот. Так это же их люди. Они там по-другому. Они там по-другому. Они там по-другому. А почему? Нет, давайте на личность. Мы сейчас говорили… Не будем брать партийные принадлежности? Давайте на личность. Это же партийные. Она, по сути, принадлежится. Идет партийные установки. Я вам бесил. Есть личностные, да, вот как сейчас объясняли некоторых. А есть партийная установка. Это вот пенсионную реформу возьмите. Они… Кто-то сейчас отказывается. Уйдет. Но им сказали. Там кто голосовал против? Только это одна из Крым. Денис, поклонник. Всё, останемся за ним. Денис, поклонник. Я так вижу страдать. Люди отсутствуют бюджетирование, да. Вот как я вижу. Есть КПРФ. Сейчас хорошее местами занимает, да. В Саратовской облдуме. Вот. Сейчас… Три места. Вот. Три – это одно. Но какое у них сейчас информационное… Даже… Посмотри, информационное пространство уже не может игнорировать… Если бы не бандомилка, то бы оно было… Да, да. Вы не отдаёте. А у них валит вас. И поэтому… Какой-нибудь покажи. Там человек, какой-нибудь друг друг, а в итоге деньги не дошли. Просто пример покажи о том, что вот кто-то вышел в Булаковский район от Единой России, там Балякина или Киркасяна, и сказали, давайте вот увеличим. И когда наши голосовали против Булаковского района… Вот есть такой… Я не следил за этим, поэтому не могу. Ну, ладно. А когда вот ЕСПОВ выходил и просил увеличить, они сейчас законопроект там пускают, сельскому поселению от одного процента, да, НДС там, которое НДФЛ остается, до семи догнать. Единая Россия против, и у них там тоже начался вот этот сумбурный скандал идёт. Не следил, честно. Давайте про… Идём, да. Идём, да. С какого года он уже сидит в БМР? Ну, я здесь не жил. Он уже давно сидит, он же принимает эти бюджеты, он же довёл… Он же часть того, что довело этот город до того, что мы сейчас едем… Смотри, ну вот будут выборы, вот у вас, да, там партия зарегистрирована или не зарегистрирована, иди выдвигайся самодвиженцем. Чё, даже против него же идёт. Серьёзно? А чё он самодвиженцем? Ну там сколько надо… Нет, прошли, прошли. Почему нет? Некоторые проходят, да, но… Ну там… Нет такого, там косписи… Это вообще мало… Нет, мне не надо думать, что… Вот я говорю, не надо думать, что… Вот я говорю, сравнить выборы президентские, какие-то областные, вот, и выборы местные. Местные коммон… Ну, коммон, местные царьки, они тоже могут организовать, чтобы… Ну смотри, подожди, подожди, смотри. Данил выдвигается… Потому что Денис Мамоев давно уже там сидит и проверенный человек. Нет, нет, нет. Его там не любят, поэтому там его… Я смотрю видео, да, но… Пытаются это подколоть. Смотри, ты выходишь… Денис Мамоев не бандарит. Смотри, ты собираешься у депутата с самодвиженцем. Вот. За тобой есть люди, да, там, штабы. Допустим, все, у вас есть координарное место определенное, вот. Вы начинаете выставлять себе, как это… Наблюдателей. Наблюдателей на выборах. Ставите их. Почему? Я вам… Мы вам осветим это, если… Аптимист Мамоев. Он сорвет любую вот эту карусель. Я тебе точно говорю. Сорвет. Вы знаете принцип какой-то. Тем более, сейчас ты прямые трансляции тужи можешь сразу куда-то. А потом его выведут полиции из участка и скажут, что он нарушает избирательный процесс. Или, как Таир Мамедов рассказывал. Будет три сискандала, будет проверка. А ты знаешь, как они боятся тоже? Вот эти… Они боятся. Школьные там директора, которые… Не дай бог там засветиться где-нибудь… Боятся, боятся. Но еще они боятся… Смотри, у нас когда полосные выборы были, и тогда же еще губернаторы выбирали. У вас же… Мы выдвигали ваших людей, да, там, так сказать… Старок. Навальнистов. Ну, здесь они шли наблюдатели от партии. Мы просто сами по себе шли. Были какие-либо скандалы? Нам, конечно… Это про… Это… Нет, это областные были, губернаторские. Они вместе. Областных депутатов и губернаторов тогда вот… Там все вместе. Мои наблюдатели могут быть и от партии, например, от вашей. То есть разницы-то нет. Да. Ну, мы же… Другое дело… Знаете… Как для меня идеальное политическое поле. Как бы на это пошли. Как для меня идеальное политическое поле. Это когда мы выбираем свою главу города. Да. Что у нас проводятся дебаты между депутатами, ну, определенных округов, да. Вот. Я забыл, что я хотел сказать. Это нормальная схема, которая должна быть везде. А, вот. И что депутаты реально отвечают за свой округ, встречаются с жителями, проводят какие-то политические встречи. Да. Дополню. Это показательный случай. Я уверен, что сейчас пройдите в любой дом и скажите, кто у вас депутат. Они скажут, да фиг его знает. Это будет стандартно. Это там, на самом деле, где депутаты плохо проводят работу. Я ходил по многим и с людьми разговаривал. И даже по вопросам там у Каши, когда ездили. Многие. Ну, конечно, старший возраст. В основном. Старший потом узнаете. Всегда знают. Нет. Всегда знают, но уровень узнавания с депутатом напрямую зависит от его общения с людьми. Ну, налицо, да. Ты вот как там друг друга узнаешь, если там три раза хотя встретился, поговорил, уже как запомнился. А когда один раз... Я тебе говорю, в пример, того же Торгашов проведу. Он проводит каждый раз праздники, субботники во дворах. Люди его глухо узнают. Очень, прям, вообще просто старший поддонник. Ни зачем там собирать. Я участвовал, я снимал прямой эфир. Нет, был прямой эфир, да. Куча народу собирается, реально с домов уходят с лопатами, там, пошли двор свой выбирать. Вот он поставил музыку, привез чай, печеньки, там, плюшки. Вот и все, что он сделал. Шевченко, 95, знаешь, сделал белое здание? Ну, это его окна. Вот прям за этим. Он нормальный. Несколько таких мероприятий. Был и народ охотно, да. И молодежь, и дети. Понятно, что многие игнорируют, конечно, там, на приватеской отметить, но тем не менее, вышли. А ведь надо был толчок просто рвить за ним. Они все запоминают, потому что он стоит вот здесь с ними, разговаривает и общается. Вот. А потом он едет на митинг с боевым братством и выступает на нем, и не дает говорить про пенсионный возраст, потому что он вот этих бабушек сам же их будет держать до 65-ти. У нас все скатилось в какую-то политоту. Надо политоту закончить тем, что Денис скажет про митинг. Да. Почем вы. Говори-говори. Говори-говори. Ну ладно, 7 апреля, воскресенье, в 3 часа дня возле ТЮЗа, возле Драмтеатр на площадке, где вот такой пенсионный реформ был, будет митинг, по сути, против ОДН. Я как бы еще название, так сказать, афиш не придумал. А, ну, как бы свой слоган там. Но в основном митинг – это перерасчет, чтобы ОДН перерасчет делали. Но здесь, конечно, есть определенный, так, к которому не донесли, никому не сказали, что я там запрятал под этой темой. У нас получается, как идет, да, все энергетические компании, да, ресурсники, которые поставляют, они выставляют что-то суммарно. Давайте это на митинге расскажешь. Нет, просто надо лаконичнее, лаконичнее. Не даже лаконичнее, ну как-то, покинь людям это, как будет интересно смотреть. Я просто, я текст не готовил, я так, ну, понятно. Ну, грубо говоря, все ресурсно-набжающие дают, вешают УДН на управляющих, на СЖР, на СЖР. Да, на общий счетчик. Хотя у каждого жителя, у собственника заключен отдельный договор. Да, много миллионных долгей. Да, и получается... Ведет все к банкротству этих управляющих. Банкротство. Все, политика. Ну, политика, вот она и заключается. Про Сталина посмотрю. Мы ставим не маски. Пересмотрю. Роза и песка. Бежит, пописывает. Нет, давай это, как бы, уйдем от этих всех тем. Это все ты на митинге скажешь, потом какую-то статью опубликуй. Можешь тебе, ну, пересешь мне, прям, распишешь. Страфы за какашку. Страфы за какашку. Это на твоей же странице, Александр. Да, да, про собачек. Так я про это не говорю, меня это удивило. Эта тема, она не особо. Он говорит, надо штрафовать. А я, говорит, ну, зря ты взял эти мотиваторы. Я поставил такой, собачка сидит, горшок какает. А я, в этом милиционер стоит. Такой, типа, следит за этим. Какие штрафы. У нас люди в этот, подного моста сребел у меня баки, если не ржалейки тырят, и до сих пор не дают. Вот, а, говорит, за какашками каждого там, ну, милиционера поставишь, он смотрел, штрафовал. Нет, там была другая история. Там был спор между тем, чтобы хозяин выбирал какашки. Годолюбцами и убиральцами. И теми, кто, типа, отдельные места должны для них строить, чтобы там выгуливались. А что там? Да, это 420 комментов, как, по-русски. Опять же, все переходит, то, что все вешается на людей. А надо инфраструктуру создавать, конечно. Не, я все-таки, я все-таки тут на людей. Твоя собака, ты берешь и гадишь. О, ты берешь и за ней убираешь. Ты берешь и гадишь. Опять же, где собака нагадила? А вот есть территория МКД, да, которая, ну, в кадастре, она принадлежит, ну, по факту, относится. То есть у них свои, как бы, дворники должны бить. Если собака там сделала какашку на административной части, у них свои должны быть дворники убираться, то есть административная территория. Нет, убираться есть одно. Здесь должен быть нравственный, человеческий контроль обычный. То есть старшая по домам, бабушка, те же самые. Ты же не должен в том же дворе, все равно собаку нельзя выгути. Нет, понятно, что вот эта вот собака идет и прямо на дороге где-то, да, она пришла, как вот большинство, все это делали. Ущественное полиция, это должно быть, однозначно. Ну, а если мы помимо этих вот какашек возьмем что-то другое, весь этот мусор, опять же, кто у нас? Почему у нас в бочков нету мусорных? Нет, давайте начнем с того, чтобы перейти к обсуждению. Мало бы. Вообще нет. К обсуждению собачьего кала, да? Давайте обсудим, даже не обсудим, а то, что у нас нет просто по Ленину, вот сейчас мы пойдем и там нету. Ну, есть здесь одна у Космоса, она вот так раскурочена, и там сетчатая, сетчатая. У них всех нет, да. Кто додумался ставить сетчатые? Это чтобы понять, алкаши лет 7 назад их массово ставили в городе, было. Я думаю, что это была какая-то предприятие отработка, вот эта, выборка. Скорее всего, да, штантовка осталась, да, ее сварили, и получилось что-то, который отнул деньги, но и она упала. Они хоть где-то остались целыми? Конечно, нет, конечно. Хоть где-то. Да, я знаю, прям нулевые такие две стоят в подвале одного учреждения. В подвале? Я там работал, ну, я там работал, в муниципальном учреждении. Просто по складе, походу. Да, я знаю, сколько по балансу они стоили. Сколько? Порядка 600-700 рублей. Короче, у меня есть идеи. Я это писал уже в комментариях. Туда эти, да, смотри. Не буду я обращаться. Это подкаст, мы между собой, я с вами общаюсь. Они как бы подслушивают. Нет, не люблю я вот это, вот ты знаешь. Не люблю я. В общем, давайте обсудим это. Вот, минусы, понятное дело, что люди могут это все засрать. Короче, с помощью донатов, с помощью там, из чем, спонсоров каких-то. Мне там, другой тоже готов помочь. Вот, то есть мы делаем, начнем с урн, да, поставим в нужных местах эти урны. Потом, да, мы можем каким-то большим проектом, песочницей, или там, ну, что-то интересное, да, какое-то необычное место. Раундфайдер, да, да. Вот такая идея для города. Ну, давайте попробуем. Попробуем, я вам говорю, начнем с урн, а дальше уже, там, пойдем к чему-то. Вот, и мы, типа, чего Балакова, у всех, кто не согласен, будут забанить. Это, 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 это не правда. Это другая тема, но она больше подходит для продвинутых городов. Я согласен, что здесь город, а ты знаешь, что, кстати, у Сути продвинутые подписчики, а у нас нет. Поэтому нельзя, по щечину, да, и себе. Суть вообще, она стала чернушной. Ой-ой-ой, не надо объективного мнения, депутатка, БРФ. Объективное, мое мнение. Нисколько, два выпуска сделали, Грудинина, там вообще прям по полной. Брали откуда-то ссылку, якобы, внизу у них там ссылочка. Мы, типа, вот такие хорошие, мы оттуда взяли, и целый лист, ну, там явно все проплачено. Кабачок, Грудинина, смысл, ну, я тоже не понимаю. Пук вот здесь на местном уровне. На местном уровне, на местном уровне, надо как-то им денег заработать. Нет, я, собственно, все зарабатываю, здесь нет, как бы, это, святых людей, но я, смысл. Не зарабатывают. Да ладно, не зарабатывают. Нет, нет. Ты этот день, Гулливере, блин, кабачок какой-нибудь. Это, я, брачок, говорю, смысл тут на уровне, ты сам себя зашквар больше создаешь. Брать народного кандидата, допустим, он, все равно народ, Грудинина, любит. А почему, допустим, да, у меня там мнение, я надеюсь, что он еще выплывет, палит крыма. Вот, да и нормально, я сам себя закрою потом. Это, смысл его здесь, ты сам себе создаешь, то есть, ты такую, ну, какую-то фигню, да, то есть, шкваришься самым, ну, просто берешь и... Да портишь газету, зачем вот эту чернуху вставлять? А это они в газете публиковали? В газете, в двух выпусках. Газеты ориентированы на пенсионеров. Ну, не всегда к чему, есть люди, которые читают, они читают, там, разные виды газет, не означает, что вот у нас, ну, суть, да, крупная газета в городе Булаково, есть еще административная газета, там, Булаковские есть, и остальные не пошли. И суть интернет, передача, передача мне очень нравится, она такой прям муниципальный уровень, значит, плохая картинка, фон этот хромакей хромает у них там, тук-тук-тук, ну, мурашки такие проходят. Это, как понятно, но они же не преподавали всех, это тоже в защите, они как телеканал, да? Да, и на сайте просмотров там нет. Там нет, да, но ютуб открываешь, что там 8 просмотров, клубную поддержку. Да, 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 это вообще... При этом, они меня обвиняли в количестве рекламы, в ангажированности. Да ты вообще, ну, ангажировал, блять. Как там про Булаково-Булаковки написали, там, типа, это как придешь, там, что-то с пустым люкзаком... Да, да, зашел, с пускай сумка ушел. То есть, это они говорят то, что Булаково-Булаковцы неинтересны. Хотя открытая стена, да, и люди там сразу пидают. Не, в любом случае, все группы... 8 просмотров, конечно. Серьезный дом. Ладно, чё. Причем ангажироваться... Да как? Нет, да хотя бы... Подожди. Про говно всегда успеем поговорить. Кстати, обратите внимание. Кстати, да. Я, кстати, в каком-нибудь 2010 году работал в Портландии, и мы тогда сидели просто так на кассе. Тоже рекламный. Общались, когда не... Даже ее уже нету. Вот. Ее уже нет. Помянем. Вот. Все разговоры сводятся либо к сексу, либо к говну. Вот, обратите внимание. Споминертная история. Ну, о первом мы поговорим. Так, значит, правда. Вот второго. Недавно. Ха-ха-ха. Я не хочу это сделать. Ты оденем. Ну, не оденем, как там. Подвырежешь. Короче. В раздевалке, здесь же в руке. С... 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 Подожди, мы не хотим. Это не про секс. Нет, короче. С мозговкой это не вырежешь. Короче. Слышал. Слышал. Давайте так начнем. Будь аккуратен. Будь аккуратен. Слышал разговоры детей двоих. Короче. Один другому говорит, ну там лет восемь, наверное, он говорит, что хочешь шутку? Он такой, давай. А она тебя не хочет. И я вот подумал, блин, представляешь, вот это было в моем дне, когда было восемь лет. То есть 20 лет развития юмора, поперечный, соболи, стендапы, комеди-клаб, а шутки все те же, что и 20 лет назад. Что случилось? Нет, мы деградируем поначалу очень сильно, да? А потом... Мы деградируем как юмористы. Как юмористическая страна. Это ладно еще когда шутки, а когда поэзия вот, например, у нашего Зевса, как у Жванецкого. Да ну все, давайте. Обойдем. Это он себя сравнил. Да, это он себя сравнил. Да, это он себя сравнил. Ну и приглашают, говорят им, что вступишь на общество палаты? А еще не вступай. Вступай, вступай. Ну туда смысл, вступай. А смысл будет опять то же самое. Нет, подожди, ты такой, я посмотрю на состав. Ну подожди, кто другой тоже будет сидеть ждать состав. Вот ты сам тебе противорей. А как туда вообще будут входить? Они выдвигаются от объединений или как? 15 от объединений, 15 от депутатов. Это как новые сейчас премии районы. От депутатов же нельзя туда. Нет, от депутатов. И 15 выборных. А у нас прям выборы будут, да? Да, кстати, как это будет проходить? Нет, так оно в законе и прописано. Оно в принципе об общественных палатах и есть. Ну там не 15, там от 21 до 81 человека можно, 85 по-моему, быть в общественной палате. В зависимости от крупности населенного пункта, муниципального образования. Вот сейчас они будут предлагать, приняли проект, где районы идти. Потому что 15 предлагает администрация БМР. Я так понимаю, администрация БМР, Александр Александрович, будет предлагать, естественно, всех тех же оповцев. Всех рабочих. Такие администрации не могут. Не могут представители партии. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего будут лоббировать также на районных депутатов, чтобы они предложили вторую часть этих оставшихся оповцев. То есть будет 30 на 15. Вот. То есть их было 60 и будут, естественно, выбраны 15 тоже туда лезть оставшиеся оповцы. А от кого они? Нет. Тут вопрос, что когда 15 человек выбранные, они должны предоставить по регламенту документы, кто за ним, то есть за ним стоит люди выбранные. Либо это крупная общественная организация, некоммерческая, естественно. Либо это там профсоюзы какие-то, да, предприятия крупные. Ну, Грымополь. Все, чтобы кто-то за ними стоял. Вы можете себе подать, но ты можешь. Почему нет? Мы можем собрать опыслив в интернете, а тебя подать. Да, да, можно. Вот. Идите, я еще раз говорю, идите. А если мы вот эту тему все упустим, это опять вот говорят, вот мы давайте посмотрим, что там будет за контингент. Так вы же и вы сами и формируете контингент. Ну, сейчас создаются. Ну, 15 человек, да, и 3 против 30. Ну, допустим, да, если все будут 30. Нет. А надо для чего? Надо активно обсуждать того, кого предлагает администрация и собрание ПМР. Сань, да будет то же самое. Нет. Ну, нам никто не запрещает обсуждать. То же самое, когда вступают, люди говорят, просто в открытую, он говорит, что я проверяю заправки, и я звоню людям, которые реально проверяли заправки. Ну, обсуждали. А кто не сказал, что он действительно проверяет заправки, вот, как сейчас, да, по новому закону, там, ну, не закон в законе, как официальная общественная палата она будет, что вот от тех 15. человек, да, кто там, за ними кто-то стоит, какие-то общественные движения, их выдвигает, вот этого человека никто. То есть, ну, здесь, как она и получилась, эта общественная палата была, что-то непонятная. Нет, это будет проверка, если это, да. А сейчас тогда, ну, это официально, там, или завод выдвигает, как бы, своего человека. Ну, да. Кто за ними стоит, какие его достижения, то есть, легитимность документов, да, правильных? Ну, да. То, что он действительно там есть, они действительно поддерживают. Ну, здесь, здесь это все полномочия, они в рамках же самой общественной палаты. То есть, сначала вот из этих первых 15 и вторых 15 будет соформирован президиум и председатель избран, да, вот. Но в этом президиуме, это вот как раз, в чем была основная проблема, вот все никто не говорил. Все говорят, ой, там на запятки наехали, бедный трамбует его старого, такого хорошего человека. Я не спорю, хороший, может быть, он человек в глубине души, но не для меня, да, вот. Во-вторых, никто не говорил, что старость-мудрость, да, вот. И вопрос был в чем, он же, он же, он же сидел там, каждый раз ввел эту, общественную палату, слышно только его, он курирует повестку. Но это так же, как у нас все построено, у нас есть верховенство судебное, в идеале, да, исполнительное и законодательное власть. Вот, вот над ним законодательная власть, как у нас депутаты и администрация, был президиум, президиум верховный. То есть, он решает, что принимать, что не принимать в повестке, а не запятки на. А запяткин был исполнителем всего лишь, но почему-то все было сконцентрировано на нем. То ли вялый президиум, слишком активный запяткин, понимаете, это тоже неплохо, как бы, да. Вот, но в лице одного, одного лица не должна власти сосредотачиваться. Точно, абсолютно. И здесь в этом основная была претензия, как, мало того, что они нелегитимы, там, или тысячу раз об этом толдычили. Нет, вот, вот, уперлись, а сколько нам, ну, меня там тоже говно вылилось, о, там, от старых заслуженных корифеев, всея Руси, и так. Так послушай, просто это говорить нельзя, потому что я получаю это информацию из тех же источников, с кем они общаются. Потому что там внутри них есть также люди, которые понимают, что зашкварится эта ситуация. Ну, как бы так принято среди возрастной среды, вот, в глаза это не говорить. Это как-то вот, знаешь, ну, это неправильно, да, не культурно, так. Посмотри, как это все будет. Надо не смотреть, а принимать активное участие. Ну, ты предлагаешь просто туда вступить, чтобы поругаться, по идее. Зачем ругаться? Вместо Запяткина я поступил. Нет, если у тебя такая повестка ругаться, вот, у вас тоже есть этот комитет под обосрать, и она у вас тоже есть, честно говоря. Ну, всегда она есть, это критика называется, на самом деле. Ну, всегда, да. Ну, да, главное, чтобы она была взорвом под себя имела. Да, разумной должна быть. Да, что-то в ней внутри должно быть. Вот. А, нет. Я согласен, да, да. Конечно, конечно. Но идти туда для деструктивы, это смысла нет. Вот. Лучше идти сначала все-таки с настроем. Если там, конечно, пойдет там полный зашквар опять то же самое, то проще выйти из этой палаты, остались с ним рассвоить. Да. А дальше пусть будут. Ну, Александр вышел, вот я отработал. Черт. Вопрос. Вот моя реакция на него была. И эта реакция совпалась. Была Клоу-24. И это совпало с блогерами, там многие люди как писали. Вообще, я считаю, что вот, я за что бы выступал и был бы рад этому, что велосипедисты объединились бы в какое-то сообщество и добивались бы своих каких-то прав, да, велодорожек. Да, да. Собаководы. Профсоюзы. Профсоюзы. Да, да, да. Не которые они там тебе выделяют тысячи рублей на свадьбу там или еще на похороны. Вот. И, то есть все какие-то, ну, люди по интересам объединялись бы в какие-то сообщества и решали какие-то свои проблемы. Да, да. Добивали своих прав. Ну, за фиг. Срава. Вот. Так же и собаководы. Они могут объединиться и, к примеру, добиваться тех площадок в каждом районе. Хотя бы небольшие. Просто выделить. Площадки это просто слишком дороговато будет для человека. Да, ну, нет. У нас дворы позволяют. У нас куча неволей. Куча неволей, да. Да. У нас большие дворы, где просто грязь, в принципе. Так по закону они положены уже эти площадки. Ну, нормативные. Да. Ну, просто это так сразу не сделаешь. Согласен. Но нужно как-то рассказывать людям. Согласен. А если вот этого сразу не сделаешь. Вот смотри, сейчас вот идет программа благоустройства, да, дворов, дворов, территории, твердое покрытие. Просто копеечное. Ну, пусть какая есть, да, допустим, идет. Почему вы сразу, ну, в рамках нового нормативного акта, который учитывает, не учитываете, это малая архитектурная форма, да, вот для выгула этого собака. Да. Почему туда сразу не включите? Закон-то уже обязан. Да, да. Нет, пройдет еще 10 лет, потом у собак зарастет просто это место. У нас нужно потратить 20% на покраску бордюров, потому что. Заявки жителей учитываются еще. Да, точно. Есть нормативный акт, закон, он должен быть исполнен. Вот. Как у нас рекоператор с нами тут орет? Если мы в рамках закона, ну, вот так же, чего исполнять. С 1 апреля, кстати, в суд пойдет рекоператор, знаете, да, всех коммерсантов будет. А, потому что не заключают контракты. Да. Контракт на каких-то на них условиях. На своих там. Кстати, о какашках, да, и к рекоператорам. Да. В случае чего, по факту заключает и все. Страдают коммерсанты, предприниматели. А кого еще? Кого доить, правильно. Да, да, да. Структура-то сделала. Вот это видно, да, те люди, которые что-то приносят. А по факту с 2000 года, да, не власть сделала здесь что-то такое, развивает общество, да? А предприниматели, политическая жизнь это все развивает. Мне нравится, что сейчас вот эту тему поднимают, типа плохие такие коммерсанты не хотят заключать контраст с управлением отходами. Да, конечно, если вы поднимаете, там задираете цену в разы, в разы, в разы больше. Поверьте, даже не в цене делали. Сама проблема в том, вспомните, я вам говорю, я писал обзор примерно так, мехуборка заходила с такими же люлями, когда Чепрасов лоббировал мехуборку сюда, было то же самое, народ принимал штыки. Но мехуборки хватило полтора-два месяца работы своей качественной услуги, просто молча, не обсираясь через СМИ, не проплачивая другие там, не делая какую-то агитку из этого. Просто она начала работать. Да. И они стали ездить в красивой машине, вовремя убирать, по заявочке, по факту, все, проблем нет. И люди стали, о чем мы тут возмущаем? Нормальная контора, работа хорошо, да? И все было налажено идеально. И ведь ничего, на самом деле, ведь не изменилось. Посмотрите, вот реально, рядовому потребителю, какая разница, где там Куанш Кали, вот директор этого, у технического завтра. Да. И вот, что там перерабатывают? Как там фракции эти разделяют? Это, нет, понятно о высоком мы думаем, да, об экологии. Но если он налажен, мы не видим этот процесс. Что-то там происходит. Вы просто заберите и увезите. Это ничего не изменилось со времен мехуборки. Они говорят, нам, вот они сидят, надо 9 месяцев вам понадобилось, чтобы наладить, как от мусорки до мусорки довести. Они вообще, когда сюда заходили, у них должен был уже составлен весь план, график, они же должны были предоставлять это. Потому что представьте, мехуборка на всю область зашла разом, за месяц. Да, и все взяла, и все было, и у нее не было господдержки, государственных бабок, у них были кредитные, заемные, там, или еще как-то, да? Не платили никакие СМИ. И была собираемость мусора, огромная собираемость. Почему? Потому что люди работают, а эти зашли, как фискальные органы. Они не преследуют, правильно, люди, вот предприниматели на последней трети встречи, я в статье писал, сказали, рекоператор не преследует цель забрать и вывести мусор. Он преследует цель бабки. Да, через него просто как проспойки проходят. Он создает картинку, тем самым возя вот чего-то с новыми, пятью новыми машинками, что вот у нас красивые, они модные, ну и XIVPI. Для того и существует монополия, чтобы просто контролировать эти денежные потоки, почему бы не пустить все, все компании, которые существуют по вывозу мусора. И... В смысле, зачем? Для кого? Для тебя это может выгодно, а для них это не выгодно. Для кого для них? А, для... Я понял, понял. В Москве кто там? Сын Чайки, да? В Питере там сын Матвиенко. Ну, это да. Ну, сюда спустились... Нет, по факту... Сейчас мы говорим о статье. Фейки, да? Она, наверное, недоработанная, но она преследует хорошую цель, на самом деле, да? В законе ничего плохого не проходит. Монополия не может ничего хорошего. Правильно, но никто не говорил о монополии. Там же на конкурсной процедуре выбирается. Но, давайте вспомним нашу конкурсную процедуру. А у нас же был Балаково мусорозавод перерабатывающий. Ну, он был перерабатывающий там, Ширкович. Нет, он был перерабатывающий завод. Но, извините, ребят, в него надо было довложить в оборудование, и он бы работал. Зачем было на наши бабки, на наши с вами. Это конца сеть. Да, это же тогда было. Строит новый завод. Причем цена, которая поднялась, она на 53% входит только, ну, то, что берет этот завод. А потом еще этот... Просто не нужно оккупаться. Деньги вложили, завод забрали, да? Или мусорку забрали, и еще вам басмурный тариф, и мусора не вывозят. И все отлично. Как... А кто-то с деньгами сидит. Представьте, лекоператор на общественной палате, который... Он выступал, во-первых, последним. Он начал говорить, мы построим машины новые. Какие-то у нас там новый мусор... Ну, то есть, контейнер для сбора мусора. Да, там... Раздельный... Раздельный вид... Как-то... Раздельный сбор мусора будет. Ничего этого нету. Почему? Какие-то бачки пластиковые, которые со временем они прогниют. А ведь, смотрите, вот они даже не учитывают... Вот насколько... И... Подождите, я говорю про общественную палату, когда он приходил. Как только начали им задавать вопросы, тут же общественное... Время закончилось с общественной палатой. Мы все разошлись. Все. Не особо... Мы продлились с речей Калямина, когда Андреев Калямин приезжал на ОПУ. Да, да. И помнишь, когда, кстати, запятный вопрос тоже Губанов задал? Он говорит, мы поднимали такие вот мусорные вопросы. Так ты его поднимал, мусорный вопрос. Ты сидел, качал там головой вместе с этим Калямином под такт метронома вот этого. Ты о чем говоришь? Ты больше вообще ни разу ни слова не сказал про мусорные. Я не буду говорить фамилию. Даже вот про эти бачки ты правильно говоришь, пластиковые, да, завезли. Никто не посчитал опыт мехуборки. У мехуборки были синие, помните, с оранжевым? Мехуборка синие, вот такие же контейнеры пластиковые. Мехуборка от них отказалась в первый год. Я сам когда звонил им, говорит, поставьте мне вот, они же красивые контейнеры. Я, говорит, вам не советуем, мы от них отказались. Сохнет, наверное, пластиковые. Он, во-первых, да, начинает на солнце коробиться. А во-вторых, в случае вандализма, то есть его идешь ногой. Бах, там пробился в тонких местах, где пресс-форма. И колеса отваливаются. Он говорит, они слишком быстро выходят. С колесами, да, это сейчас начнутся. Добавок, как у нас все это устроено, вот эти все эти мусорные площадки, что там, ямы, ступеньки, колесики сейчас залет, все по-отлетает. Поэтому, когда мы говорим про те же какашки. Да, кстати, я еще авансирую вот эти проблемы крещали. По обращению, помнишь, мы тему поднимали? Иисов считал с рекоператором. Да. Шахты лифта. Тема была какая? Вот, что, в общем, Мьеровцы, у него на районе, они, по-моему, там, потому что у нас шахты лифта, ой, лифты этого, мусоропроводы. В нем стоит, по факту, везде сейчас рекоператор поставили, но 36-й контейнер, но 36-й куба. Вот. Они посчитали, у нас же как получается, у нас же сейчас с квадратного метра, но есть норматив, да, с квадратного метра, там, 0,0,40, да. Все очень математика простая. Площадь дома 5 тысяч квадратов. Берешь вот это 0,0, умножаешь на 5 тысяч квадратов. Равно столько-то норматив мусора. Вот за этот норматив выставляются платежки. Люди платят или не платят, другой вопрос. Но, по факту, вы выставили, да, значит, получили равно сколько такую-то сумму. Мы знаем, мы знаем, мы знаем кубатуру мусора, знаем сколько бабла, да, в итоге. Но у вас в идеале, мы же поставили идеальные условия, он там расписал, что раз в день, якобы, вывозите мусор с четырех контейнеров. 0,36 плюс 0,36 плюс еще столько же, да, и вот раз в день. Мы знаем объем, сколько они фактов вывозят. Но они и то не каждый день вывозят, это бред. Они вот постоянно там завалили. Но сделали им поблажь. И в итоге получается разница по сумме, там, от 6 до 20 тысяч по дому за месяц. У нас 1180 домов, давайте умножим на 20 тысяч. Я не беру еще частности. А теперь 1180 домов, умноженные на 20 тысяч, на 10 тысяч в месяц, умноженные на 12 месяцев. Ну, какая сумма? Ну, в районе где-то 200 миллионов рублей по году, там, может, вот так ассимилироваться. Ну, смотри, мы когда митинги устраивали еще в августе, ну, это, да, выбранный период, газеты выпускали и там просчитывали. Там даже изначально идет у нас правительство, то, что у нас каждый человек по стране создает мусор 2,4 куба. Этот уже норматив, он уже завышенный, то есть правительство его приняли. Конечно, как и любой норматив, он всегда завышенный. Он уже завышенный в два раза примерно. А потом к нему еще и начали плюсовать все остальное. И из этого выходят и тарифы такие, которые здесь они тарифы приняли, да, сейчас квадратный метр, потом они на человека перейдут. Конечно, в законе есть человек, квадратный метр и метр, это наш. А здесь норматив областной, там квадратный метр и люди, ну, с человека и по факту. И у них тоже разница гуляет, там, баснословно, разница раскидывается. Вот я не договорил, кстати, прокуратуру по факту этого обращения Ирисова, вынесла предписание, то есть это первый прецедент. Да, 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 я читал. А что это такое получается? Ну, сейчас кратко как бы, у меня самого не было еще этого прокурорского, но это и есть прецедент. А у нас 50% в городе вот этих домов с шахтами. Ага. Давайте попробуем в суде доказать вопрос. Даже больше чуть. Вот, даже больше. Просто так вот мы объемно сейчас говорим. Если есть подписание прокуратуры исправить, перечислить, будем перерасчет сделать, давайте на уровне всего города. Вот все говорят, а что вы там добились, там, с этим мусором я вечно пукаю, там, статьями, да? Ирисов с этим бьется, это его тема. Во-первых, сейчас он там чистая, как он там, страна, чистая страна проекта у единой России. Они, типа, вот эту тему контролируют. На активе ты был, нет? Нет. Не был? Нет. Видус смотрел. Когда представители, рекоператоры говорят, это федеральный закон, вот они лбом. А меня всегда, знаешь, бесила вот их упертость. Они начинают вот это, когда на любой встрече, любым предпринимателям, на любой площадке, рекоператоры говорят, это закон, мы обязаны его выполнять. Нет. Не так закон работает. Создается закон. Он проходит обкатку год, полтора, два, да? Согласитесь. Чтобы дефект там вылетать. Люди собирают обратный отзыв, и для этого принимать, куда поправить, как законопроект, чтобы он начал рабочий, да? Становился. И тоже, говорит, наша Дума государственная, она тоже так же делает. И Панков их там жестко осадил, говорит, не надо, типа, опираться на эту хрень, потому что мы собираем обратный отзыв. Если надо что-то изменить, вы должны на местах собирать инициативу и выдавать ее наверху. Ну, вот так это работает. Ну, ты со своим прищуром понят сидишь, но я понимаю, что это так работает. А у нас, наверное, получается, как? Инициатива здесь какая-то собрана от населения? Вот ее и собираем, Ильсов и я собираю. Вот сейчас у нас два судебных дела, получается. Это жители дома, сейчас никто пока не следил. Мы выпускали две статьи, там суд все время переносили. Вот в итоге в апреле, сейчас будет, по-моему, седьмого числа, итоговый суд. Это первый прецедент с рекоператором, когда там было все правильно сделано. Там умная управляющая компания посоветовала людям напрямую заключить договора с рекоператором, напрямую между жильцом и рекоператором. В итоге они, естественно, с 12 августа, когда зашли, они так чох-мох, не долбох у нас валилось, да, в городе. Они ничего не вывозили, но платежки за три месяца они прилетели, естественно, всем. Кто-то плюнул, потому что, ну, что там, 50, 70, 100 рублей там, вроде там, ну, фиг бы с ним, да. А по факту, ну, если сумма, люди почему плохо с этой темой до сих пор, они думают, что это несущественная сумма. Они думают, что 50, 100, 150 рублей там для квартиры. Это с каждого, они просто считают за себя. А нужно думать, вот, о чём Саша каждый раз тоже говорил, что должно быть социальное сознание у людей, что они должны думать не только за себя, а вот здесь. Хотя бы даже здесь начать думать, но и в общем картину ты видишь. Это проблема у всех собраний. Одна подходит, говорит, у меня ржавая вода, другая подходит, у нас, у меня ОДН, там с меня много берут, а вот соседи. А в итоге равно ржавые трубы, вот эти. А в итоге эти ржавые трубы просто нужно поменять, просто поменять во всём городе. Если ты у себя в подъезде поменяешь, а не значит, что труба, по которой она к тебе ведёт, она не знала в этой севере. Сервы очень-очень, очень-очень. Каждый думает за себя. Да, и очень узко, очень. Ну, смотрите, вот Позняков сколько выкладывал постов, да, его там и ги, ропы, ой да. Чего только не делали его. Ну, по факту, он же хочет, ну, по сути, он хочет просто, чтобы, ну, здесь было так же, как и в европейских городах. Каждый хочет. Ну, навряд ли мы хотим жить, как там, не знаю, в какой-то азиатской республике, да, или там, не республике, а в азиатской стране. В азиатской, южноафриканской. Южноафриканской, да. Навряд ли мы хотим как там быть. Наверное, мы хотим, да. Ну, как бы, есть кого брать, почему бы нет, да. Для нас, для России и европейской страны, да, чтобы мы более ориентированы назад. Это ничего такого, в России всегда было европейской страной. Кстати, я видел, Варламов выложил из типичного Балакова, где была фотография. Я репостнул сегодня себе. Я вчера репостнул, потом удалился, что-нибудь, значит. Санёк начал с ним вообще не с Варламой. А я репостнул это. Нет, нет. Не, не эта фотка, а когда парк мы с тобой снимали с тобой. Варламов с Багром. А кто скинул? Санёк, санёк. А, ты скинул? Кому что, стукачок? Варламов, Варламов. Когда парк мы с тобой снимали, облезли эти деревья. А, где ты, да? Балакова засветился у Варламова. Это я не знаю. А как раз к теме в цвет попало. Он написал ролик про это, говорит, что-то душегубы сотворили с парком. И говорит, и у нас тут. Да, это такое. Сейчас посмотрим. Сейчас опять начнёт. Сейчас вот начнёт свистик, можем кто-то съесть. Да. Вот как вот это работает? Мне кажется, это единственное, что делают в городе регулярно. Это вот пилят эти деревья просто. Опиловка? Опиловка. Вот. Да, я тебе вот раз посмотрел. То есть там прикручено один шурповёрт, да? Ни один глава города столько деревьев не пилил. Давайте, чтобы по-честному. Прямо не коцун. А представьте, вот сколько их режут. Там полторы-две тысячи там срезали. Глава города, как бы он не даёт. У нас здесь всё на Славвилу завязано. Он даёт муниципальное распоряжение, подписывание. Ну понятно, он Балавтодор там, алё, пилите, всё это. Там не то, что алё, там… Ой, лично миллион поспиливал, знаем мы как… Ой, лично он миллион. Опять же, вот по опиловке деревьев их надо как-то опиливать. Ну надо и сажать. И сажать надо, да, надо вот это… Опять же, опиловка не так. Вот ты посмотри, вот блок Варламова про эти деревья, где он говорит, как опиливают деревья. Он сидел в этом ботаническом саду в Москве. Он говорит, смотрится, исследуется ветка. То есть, где, под какой скос, как. Крону, основной ствол, никто не трогает вообще никогда. Понял, да. Это взять и позвоночник перебить. А я знал этот вопрос, что капитан был тогда на планировке. Я говорю, вы мне скажите, вот после нашего ролика. Я говорю, кто принимает решение, где откосы деревья? Угу. Я говорю, у вас есть какой-то… Да, у нас есть специалисты. Ну понятно, после того, как я, конечно, в НИК во всё это работаю… Я вот помню это, что-то там было в благоустройстве… Кто, Капитанов? Не, не Капитанов, этот, Эколог на полуставке… Да у нас нет никаких Экологов. Нет. У нас и типа архитектор… Не, может он как бы отмечен, но… А денег ни на что никогда нет. Никогда не на что. Никогда не на что. И это, каждый год это продолжается то же самое. Одно и то же. Кстати, про Ивановку. А где, где предлагаете вообще хранить? Ну реально, что там всё. РТИ. РТИ. А чем они вообще мотивируют? Потому что… Почему именно на Ивановке? Почему на Ивановке? Да просто, что это… Так исторически сложно. Идём туда и всё… Нет, я не знаю как было. Скорее всего, старая команда в своё время отработала этот вариант. А при старой команде не было такого вольнодумия там, внутри администрации. Там было сказано и там было сделано, да? То есть, иначе придёшь и тебя поперечный хребет ломает. Ну, по-другому не так. Вот. Ну, я с ним общался. Он беспонтовый парень. Нет. И, грубо говоря, там отработали. Им было насрать вообще на людей на тот момент. В принципе. Как и их депутату Моисеева Робертова, Витальевича, нынешнего, который не знаю, почему до сих пор ходит здесь месяц, наверное. Сорян. Сорян, Мариан. Да. И это… Проработана эта программа. Они её запустили потихоньку, был проект, были уже все бумажечки. И просто нынешняя администрация пошла по наименьшему пути сопротивления. Сопротивление. Ушаков миллион двести проект какой-то нелепый. Он максимум шестьсот тысяч такой проект. Ну, сейчас человек просто голосованные слова. Так что предъявить? Ну, надо тоже исследование, деньги заходить. Исследование проводить. Да. Экспертизу. Чего он ушёл, Ушаков? Не просто же так, правильно? Значит, понимает, почему, зачем, насколько он увлечёт. Потом люди строят дома. Ну, вы проведите действительно разговор с людьми. РТИ вообще не нравится. Да, по идее, это земли, земли. Тьма. Просто выезжаешь из города, и вот оно, поле. Ну, то есть, ну, везде. Да, русское поле. Да, русское поле. Почему именно нужно людей хоронить? Людей огораживать этими могилами? Что за вообще бред? Ну, вот, я не знаю, интересно, какое политическое в итоге решение будет принято. Вот, развитие района, что такое, чтобы строились молодые, чтобы оставались специалисты здесь, должны оставаться условия. Что для этого нужно? Вот это поле 42 гектара отдать молодым семьям, тем же самым ивановским жителям, по заявлению. Чтобы их дети строили там дома, да? Вот, чтобы Ивановка развивалась и уже, грубо говоря, город начал наползать на Ивановку, да? Как, грубо говоря, он с предела города становится. И ты только ратовать за то же, за укрупнение мегаполиса, расширение, там, комфортабельность, налога и все инвестиции, и все взаимосвязано. Ну, сейчас что им остается только делать? Только признавать то, что это была ошибка, и наши предки так делали, и мы так будем делать. Нет, наши предки так не делали. Нет, я имею в виду предыдущая администрация там и решила делать. Диды, диды. Как в армии. Как в армии. Отца основателя, да? Отца основателя. Вот. Не знаю. Посмотрим. Я перестал, знаешь, гадать, предугадывать. Мне казалось, я такой прям аналитику уже начинаю проводить, предугадывает. Что может поступить администрация? А потом понял, что это вот белочка в колесе, там, ебок, там, новое решение. Зачем я ломал голову, там, двое суток, что произойдет? Просто надо отпустить. Ну, 25 тысяч по городу это среднее, а официально работающих в городе Буаково 53 тысячи. Да, да, да. И 500 безработных на бирже занятости. А сколько безработица? Так ты же спрашивал же вопрос. Да, да, да. Я просто его до конца не довел как-то. Я понял, о чем ты спрашиваешь. А у вас математика не бьется. Он не ушел от разговора, как бы прямого ответа. Он не ушел. Да, он такой, 53 тысячи у нас работает, значит, 500 на центре занятости, у нас снизилось безработицы, все 500 человек. Остальные, наверное, бабушки, дедушки, наверное. Да, дедушки, дети. 27 тысяч, 37 там, что-то тысяч, по-моему, пенсионеры. Все равно остальные 90. Да, конечно, там еще получается столько людей. Остальные еще переехали. Питер, Москва. Мне нравится, что Чепрасов там в Ольске продал, здесь продал Поля, там. Но все равно вперед, вверх, вверх, вверх. Я сейчас его буду выпустить. Ну, официально же это не он продал. Так, конечно, нашли виновных, но он не виновен. Да, ну по факту, знаете, вот насколько нужно бояться чиновников, чтобы вот, я вот, допустим, не снимаю, с комитета образования ответственность. Комитет образования. Конечно. Конечно. В сердце. Насколько надо обосраться перед ним? А ты что, убиваешься сейчас? Да. Уволят. Да и нырите, клятся. А у нас все так, в основном, живут, он меня уволит и все. А-а-а. Ну, это же стандартная история. Все боятся, боятся, боятся. Да нет, ну освещают СМИ. Нет, ну нет, давайте лучше это, вот так спрячемся в раковину и отдали боль. Нет, то есть директор, получается, до сих пор, директор до сих пор не прокомментировал. Не прокомментировал. Вот и все. Тогда в отпуске было неожиданно. Ведь у каждого муниципального работника есть в должностной инструкции эффективно управлять муниципальным имуществом. Ну. А ты что сделал? Кто, 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 кто это был? Эффективно продал. А-а-а. Как только, как говорят, ты продал школу называть, десятую школу. Когда что-то хорошее называют и имени Малярова. Да. Вот поля продали в школе имени Малярова. Вячеслав Малярова. Вот так. Блин, так это все долго, нудно. Да? Вот. Да, мы уже, это как его. Переяли. Ну, будем отрезать, что-то. Сколько надо? Короче, что Булзар уборил, не отрежь. Ахахахаха. Просто уех um. Сидя, сиди. И트� грубая на голове разрывся бомбалку выигадать. Ахахахаха. Вот так обрезать просто и все. Ахахаха. Говорит за кадрой и без фига. Рука, знаешь, как говорят, кто какой-то колбай такой. Их-хах, заинсансан. Все. Нормально. Продолжение следует...